Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я отвечу на тот глобальный вопрос, заданный мне на ютубе, который мне очень понравился от Александра, когда он попросил дать раскладку по Норбековским картам. В системе Норбекова сейчас работают и показывают карты для тренировки интуиции на расстоянии. Человек тренируется, глядя на карту на расстоянии. То есть тактильные ощущения как бы априори убрали. В то время, когда я этим делом занималась, еще тактильные ощущения были, и с картами каждый работал самостоятельно, хотя иногда и партнеры брали, тоже показывали. Так давайте разложим, что есть что. Я пока не буду демонстрировать вам, где черные, где белые, где и так далее. Вот это Норбековские карты. Записи с ними, с экспериментами, вы можете посмотреть на других роликах, потому что если я сейчас углублюсь в демонстрации, то я не дам толковых пояснений. Либо же я сейчас дам толковые пояснения, а потом можно углубляться уже в демонстрации, если будет в этом необходимость, как пойдет. Смотрите. Видите, я тренировалась всегда с картами на тактильных ощущениях. То есть я брала карты и пальцами различала черное и белое. Училась. И если берешь впервые карту в руки и концентрируешь внимание на ощущениях, то кажется, что карты абсолютно одинаковые. Да? Ну, нормально. Одинаковая бумага, одинаковая печать. Все. Ну, одна окрашена в белый цвет, одна в черный. Потом вы начинаете расслабляться и тормозить. Карту мы рассмотрим чуть дальше. Вы начинаете расслабляться, тормозить, и есть моменты, когда вам вдруг кажется, что одна карта станет чуть холоднее, а другая чуть теплее. Либо же одна карта будет более колючей, а вторая более приятной на ощупь. Либо же одна карта станет выталкивать, другая всасывать. И эти ощущения настолько мимолетные, что иногда попадаешь, иногда не попадаешь. Но вероятность, когда вы переберете всю колоду, у вас уже будет попадение больше 50%. И мы уже это приписываем интуитивным моментом по снятию информации. Если мы углубимся еще больше, еще больше затормозим, еще больше сконцентрируем внимание, а внимание это у нас очень важный механизм нашей психики, это глаза сознания, по сути дела, то мы настолько углубимся, что вдруг в какой-то момент мы почувствуем, что эти карты разные. И у каждого будет свое разное. Вот у кого-то бумага вдруг станет шероховатой на одних картах, а гладкой на других картах. Либо же какой-то ребристой, либо же холодной, либо же горячей, либо же у каждого. Вот что мозг спродуцирует, то и спасибо, что он спродуцировал. Потому что если это ощущение станет уже относительно стабильным, вот мы этого уже и добивались. Потому что вот момент этого перехода, когда ощущение становится стабильным, и дальше что мы можем делать? Мы стабильные ощущения можем вызывать сами. Когда мы вызываем стабильные ощущения сами, мы его как бы закладываем, и тогда мозг нам проявляет то, что мы заложили. Он нас слышит, он нас понимает. И это уже будет моделирование реальности. И тогда мы сами закладываем карту. Пусть эта карта будет белой, пусть эта карта будет черной. И тогда у вас идет результат близкий к 100%. И момент перехода с момента определения на момент моделирования, вот на моем одном из роликов можно это дело заметить. Момент торможения, торможение, переход на моделирование. Это важный момент. И здесь следующий момент, который будет, на мой взгляд, очень важный, это сама карта торможения и погружения. Смотрите, я ее уже давала в роликах, где я рассказывала техники работы с подсознанием. Опять-таки, там, где надо какие-то влияния оказывать, там, где надо, 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 надо погрузиться в себя. И я предлагала карту торможения, когда вы идете, схему торможения, да, кому так привычнее, когда вы идете, садитесь, расслабляетесь, да. Для расслабления вы помогаете себе вертикальным позвоночником, удобной позой, вдохами, выдохами, да. И потом вы переносите внимание и начинаете от кончиков пальцев, ног в удобном вам темпе, поднимаетесь до груди, потом берете руки от кончиков пальцев, рук поднимаетесь до шеи лица кончиков волос, и потом снова переходите на дыхание, на внимание на дыхание, потому что так или иначе у нас будет вдыхание холодного воздуха, выдох теплого, и на эти ощущения вы будете расконцентрироваться еще больше. То есть это такие якорные моменты физического тела, которые есть у всех людей, и они будут работать. Следующий шаг, который вы делаете, вот это все, это торможение. Почему я называю не состояние торможения? Я говорю торможение, потому что мы разделяем состояние. У нас кроме состояния торможения есть еще внутреннее состояние, которое распределено вдоль позвоночника, и оно есть в откликах. Об этом следующий шаг карты. Следующий шаг, который мы делаем, мы зрение физическое переносим в лоб, в область третьего глаза, и начинаем как бы наблюдать мысли, до тех пор, пока поток мыслей не остановится. Что это нам дает? Это нам дает разделение внимания. Вот сперва мы делили состояние на торможение и состояние, а здесь мы делим внимание на зрение и внимание. Мы привыкли физическое зрение соединять с вниманием. Куда глаза? Там и точка приложения внимания. Так вот, господа, точка приложения внимания может не совпадать с физическим зрением. Поэтому глаза мы оставляем во лбу, а с вниманием мы будем работать, потому что внимание – это глаза сознания. И у сознания нет физических глаз. Просто они есть в нашем физическом теле. Поэтому первый этап карты у нас – торможение. Следующий – перенос внимания в лоб, остановка внутреннего диалога и перенос внимания на внутреннее состояние. Что я имею в виду под внутренним состоянием? Для того, чтобы это ощутить, потому что здесь умом брать что-то вообще не имеет смысла, особенно в тех состояниях, как бы он есть, но он так на вторых ролях. И здесь важно, что еще, будучи в активном состоянии, например, попытаться засмеяться. И когда вы засмеетесь, вы вдруг заметите, что у вас нечто вдоль позвоночника, вот в грудной клетке, совершает прыжки. Вверх-вниз такой шарик, который идет внутри вашего тела. Так вот этот вот шарик, когда вы вдруг резко начинаете париться о деньгах, опустится в область пупка. Или этот шарик, когда у вас какой-то восторг может подпрыгнуть и дойти в область шеи, даже выше. Вот вам главное – научиться в жизни фиксировать вот это движение состояний вдоль вашего позвоночника. Эту тему очень хорошо описал профессор Хокинс. Он даже положил, какие состояния по частотности, что значит. И это называется «Шкала Хокинса». Вы можете ее скачать в интернете, ознакомиться с ней и положить ее на свое физическое тело и на отклики в нем на каждое из этих состояний. Ну, кусок работы, но из интереса очень даже можно сделать. Это очень полезная такая штука. Так вот, следующим шагом в углублении в себя будет найти, где у вас находится это состояние и максимально поднять его вверх. До радости минимум. И я даже бы сказала радость и восторженное состояние сделать вашими базовыми частотными состояниями. Так жить очень приятно, и тогда мир начинает формироваться под вас. Но задача вообще для того, чтобы войти в кондицию – вывести состояние в лоб. Когда вы выведете в лоб, у вас будет вспышка яркого белого света. У кого-то этот свет будет не таким ярким, он будет сероватым, у кого-то он будет более фиолетовым, у кого-то у нас у всех разная будет реакция. Но вы поймете, вы в кондиции, потому что у вас появилось какое-то непонятное дополнительное освещение внутри. Чем хороша эта карта? Дело в том, что вот эта карта загруза в себя, да, в измененное состояние сознания. Дело в том, что любая молитва и медитация вас также вгружает в измененное состояние сознания. Сегодня модный ими просто заполонен интернет медитацией на расконцентрацию, да, расконцентрацию. Мы сперва расконцентрируемся для того, чтобы потом сконцентрироваться. Мы разделяем состояние для того, чтобы потом объединить состояние. Первичная двойственность, она здесь тоже важна. Так вот, в интернете медитации, которые представлены, они представлены в виде, например, вы находитесь там где-то, потом расширяетесь и уходите куда-то, да. И ваше сознание уходит куда-то там в яркий белый свет на Юпитер Или там в серо-буро-малиновую часть созвездия Ориона И вы эту часть созвездия Ориона, вы туда выносите Бога, потому что это божественный свет И, соответственно, вы, получается, растождествляетесь с Богом Бога убрали из себя, свет убрали из себя, зато родили страхи А вдруг по пути с вами что-то случится, и вы попадете в некий тонкоматериальный пласт Где вас съедят и так далее, где будет нечто нехорошее И потом начинают в одну кучу валить астрально-ментальные и так далее планы Поднимается куча программ и страхов, и человек не знает, что с этим делать Получается ерунда Так вот, для того, чтобы вот эта ерунда не поднималась Я объясню, когда рождается тонкоматериальный план в психике человека Так вот, когда вы идете в себя, единственный, с кем вы можете встретиться там, это вы Другого варианта нет Вы угрузились в себя, вы достигли своего белого света И ваше внимание, что самое главное, ваше внимание осталось в вашем физическом теле Потому что, господа, если в этих состояниях сознания вы, например, захотите работать Со своим физическим телом, с заболеваниями теми же самыми То понимаете, что ваши заболевания находятся не на Юпитере Они находятся в вашем теле Если вы вынесли туда ваше внимание, а за ним ушло туда ваше сознание То с чем оно там работает, с каким телом? В лучшем случае с каким-то энергетическим дублем, который в вашем представлении, в вашем сознании остался А вам надо работать с вашим физическим телом И для того, чтобы были результаты, ходить надо в себя, а не на Юпитер Понимаете? И в этом подмена очень многих техник Зато Юпитер вам даст дополнительное стимулирование мозга И эйфорийное состояние божественного экстаза, который вы придумаете себе сами А что это дает? Это снижает критичность Потому что эти все состояния глубоко трансовые В них повышенная внушаемость И если в это время вас убедить, какой вы крутой И вам надо двигаться дальше в вашем духовном развитии И нести звезду Юпитера всем остальным членам общества То вы, конечно, с уважением, с большим включением и радостью Включитесь в этот процесс, отстегнете деньги на обучение И пойдете блаженно вот эту радость нести в массы Вам это надо? Ну, если надо, слава Богу, вперед Есть люди, которым это надо на самом деле Поэтому, если вам надо проработать, например, проблемы вашего физического тела Значит, пошли вовнутрь Если вам надо сверхспособности, значит, пошли вовнутрь Значит, материальный мир в нас проявлен через наше тело Значит, мы из него никуда не бегаем И следующий момент, на который имеет смысл обратить внимание Который гарантирует результат Это наше внимание Чем более оно концентрировано И чем больше мы можем удерживать внимание На тех же самых ощущениях Тем больше у нас развиваются способности И наша беда в том, что наше внимание очень мало удерживается где-то на чем-то Мы прыгаем туда-сюда, оно еще завязано со зрением у нас в физическом мире Эта привычка перепрыгивать внимание Она транслируется в измененное состояние сознания Мы долго не можем концентрироваться на чем-то одном А смотрите, если вы садитесь с серьезной задачей в медитацию Это два часа минимум Два часа минимум вам надо удерживать внимание на одном объекте Представляете, какой объем тренировок надо сделать с вниманием С умением держать внимание на одном объекте Для того, чтобы у вас были результаты Поэтому все, что касается внимания, очень важно Более того, для тех, кто, например, занимается, увлекается бесконтактным боем И разными примочками спецовскими и так далее Тема оттуда и прилетевшая из опыта общения оттуда Как-то один знакомый мне человек рассказывал, как он пересекал границу И ехал он в машине с арбузами Под арбузами ему надо было пересечь Переехать европейскую границу Границу с Европой И машину осматривали собаки Собаки прошли мимо Арбузы собаки там сильно не нюхают Но наркотики нюхали И проходя мимо машины, он четко понимал Во время, когда его готовили Рассказывали, что если сознание останется в машине То собака среагирует на сознание Так вот в таком случае сознание уносится на Юпитер И когда оно на Юпитере То собака не всегда реагирует на запах Иногда запаха недостаточно Точно, чтобы она уловила, что там есть человек А сознания там нет, и тогда реакции нет А если это там был рефрижиатор И сознание там отсутствовало То собака, соответственно, на это не среагировала Даже после открытия дверей Внимание за собой тянет сознание Где сознание, там и ведется работа Поэтому сознание и Бога А сознание напрямую связано с Богом Мы оставляем в себе Это очень важный ключевой момент во время тренировок И следующий момент касательно карт Следующий шаг Это то, что карты выносят куда-то далеко И показываются расстояния А еще вот эта работа, например, на тренингах ведется Когда сидит большое количество людей Так вот, что происходит На расстоянии, когда вы работаете И если вы работаете сам с собой Там тоже может быть моделирование Это сложно, но это тоже может быть Но если там это все идет Что у вас там несколько сознаний Одно дело вы компьютер поставили И с экрана там моделируете вещи Это одна тема То есть вы один находитесь в объеме Вот в этом пространстве Ведь в вашем восприятии существует Только то пространство, которое черчено здесь и сейчас Все остальное достраивает ваш мозг Как существующую реальность На самом деле в вашей реальности она не существует Так вот, если вы один на один Находитесь с собой в реальности Больше нет других сознаний То вы нормально моделируете И нормально может проходить тренировка Хотя вам сложнее подавать информацию В обратку в мозг Потому что через тактильные ощущения Конечно, закинуть значительно проще Но если, например, работает группа Там 20 человек и показывает на группу То это будет прямая угадайка Толку от таких тренировок А-ля интуиции нет Зато Обратить внимание здесь надо, знаете, на что Когда у человека развиваются сверхспособности Есть такая штука Он может демонстрировать сверхспособности У меня есть, например, ролик на канале Где идет речь о левитации И там есть демонстрация левитации Когда парень подвешивает в воздухе ручку Так вот, ручку он мог подвешивать До количества людей в зале До пяти человек Если находилось в комнате больше пяти человек То он подвесить ручку не мог Он просто сваливался в психоз Почему? Потому что надо преодолевать сопротивление Всех остальных сознаний И там уже идет суммирование И поэтому работа уже усложняется По моделированию реальности Потому что в данном случае Речь идет именно по моделированию Для того, чтобы проявить сверхспособность Поэтому, когда вы вот эти вот вещи Уже понимаете, осознаете Вы уже понимаете, как в тренировках Двигаться дальше И как закидывать информацию в ваш мозг дальше Дело в том, что все вот эти мелкие удачи Мелкие удачи Они рождают вашу веру в себя А ваша вера в себя Она же связана с вашим внутренним силовым потенциалом А ваш внутренний силовой потенциал Обеспечивает максимально быструю материализацию И таким образом эти вещи все получаются взаимосвязаны Нет разрыва Нет разрыва Еще один момент Как работать с вниманием И как его тренировать Наиболее часто в интернете задаваемый И присылаемый мне вопрос Каким образом вообще я связана с методом Бронникова Потому что это же лажа А я его очень часто упоминаю как хорошую штуку Господа, я никогда не связываю метод Бронникова с насферой, с Юпитерами, с космосом, с духовным развитием и так далее Если вы обратили внимание, для меня метод Бронникова Это 18 упражнений первого курса 18 упражнений первого курса Каких? Смотрите Шарик Резиночка Что вы в это время делаете? Вы тупо водите руками Ваше внимание где? На шарике, на резиночке Плюс добавляется работа с энергетикой на прокачках Плюс на прокачках дается великолепная расконцентрация Тоже упражнение драконов Шести точек Только на дыхании больше И вы учитесь расконцентрироваться Вы растрансовываетесь И вы учитесь концентрировать внимание На сегодняшний день эта методика В том варианте лапши Которая сопровождала ее раньше, когда она писалась Она мне не очень нравится Но это лично мое мнение Но 18 этих упражнений обалденные И даже если вы чувствуете, что автор запретил в силу того, что есть патент на них и так далее То вы можете открыть книгу Института психотехник США В своей книжке я упоминаю У меня на сайте она написана Сейчас забыла ее название Миллер Джозефина Харпер Она есть в свободном доступе в интернете Ее можно скачать И там посмотреть базовые упражнения для тренировок Именно на расконцентрацию И потом на концентрацию внимания Это важный момент И с этим надо учиться работать Ну вот как-то пока все Я вот думаю, что вам еще углубить дальше И пока я думаю, что надо, чтобы вы это переварили Потому что для многих он сейчас Вот этот ролик вынесет мозг просто Потому что до новых встреч, друзья С вами была я, Наталья Зайцева Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok